Замбужейра Проведем ориентирование на местности. Мы были вначале с вами на мысе Сан-Висенти и планировал я дойти до Одессейша, показать вам. Но сейчас мы уже пришли с вами в Замбужейра Думар. И вы видите, затертая какая карта. Это здесь ходят любители кнопочных телефонов, скорее всего. Ну а это Замбужейра. И прогуляемся к пляжу. Температура умеренная, не жарко абсолютно. Даже хочется кофту надеть на ветру. Ну и это пляж Замбужейра Думар. Жизнь пляжа Замбужейра Думар в мелочах. Друзья, я часто получаю вопросы. От вас, когда я приеду, как, что, нюансы. Все хотят знать какую-то определенность. Но при этом вам же всем нравится эта неопределенность. Что же будет дальше? Признаюсь. Мой первый рейс был отменен 30 июня. Я купил билет на второй рейс. Но не говорил об этом. На 4 июля. Но не говорил, потому что уже первый был отменен. Мало ли что. И вот сегодня, 2 июля, сейчас буквально, я получаю письмо из авиакомпании, что Дмитрий, ваш рейс отменен. Поэтому неопределенность продолжается, друзья мои. Ну а пока наслаждаемся океаном. Кто-то из вас не хочет расставаться с этими красотами. В дополнение к отмене рейса у меня еще добавилась проблема. Закончился интернет. Поэтому мне срочно надо было его пополнить. Ресурса мало, но я предпочитаю быть с вами на связи. Вот в таких киосках Джогуш, видите, значок зеленый с красным. Это лотерейные киоски. Здесь всегда можно пополнить мобильный интернет. Но только за наличные деньги. Имейте ввиду. Ну а теперь вперед к океану. Вдоль океана. Я зашел в рыбацкую деревню и хочу показать вам, как ловят осьминогов. Их ловят вот такие коробки из сетки. И мы даже видим с вами, как сохнут пару осьминогов. Никогда не видел сушеных. Но для чего-то аж используют. Посмотрите, какая чистая вода в океане. Лодки просто висят в воздухе. Ветер сегодня такой сильный. Хочу рассказать вам об устройстве клетки для ловли осьминога. Вот видите, такая клетка. Видим тубус. Туда кладут сардинку маленькую. И осьминог заползает в это конусное отверстие. А назад уже выбраться не может. Но так производится ловля. Пляж-тоннель. Смотрите, отлив какой. Пляж-тоннель. Мы видим маяк и футбольное поле прямо на краю обрыва. Толбус. Теперь я savez какие-то Heraфманов. И пляж-тоннель. Мы видим маяк. Пока не видел. Немного плащ-тоннель. Пляж-тоннель. Мы видим плащ-тоннель. Продолжение следует... Друзья, перенеситесь в лес со мной. Посмотрите, какой прекрасный лес. Меня спрашивали про метки. Вот метки. Вот так они идут. Указывают путь. Если тропа качественно подготовлена. Сейчас пахнет таким ароматом сосновым. Класс! Я иду за барханами. В прошлый раз я здесь шел по обрыву, по краешку. Но сейчас штормовое предупреждение. Очень сильный ветер порывистый. Поэтому я решил пройти по официальным меткам уже за барханом. Ну и зато вы увидите, какой тут лесок приятный. Все. Минутка релакса закончилась. На связи. И снова наши сами любимые обрывы. Океан сегодня дает джазу. Так идет тропах. Продолжение следует... Продолжение следует... А это скалы покрывают дикий инжир. И в округе стоит аромат такой инжировый. Итак, друзья, продолжаем ориентироваться на местности. Мы с вами были с Замбужейра-Думар, когда нас застала весть о том, что мой рейс отменяется. Сегодня вы видели Аистов. Это был мыс Сардан. И сейчас я нахожусь в Валмаграве. Вот здесь. И мой путь продолжается в Виланово-де-Милфантеш. Вперед! Обед в степях национального парка. Даже не хочу здороваться. Одно семейство. И не только, друзья, обрывы. Но еще и приходится по таким кустам пробираться. Поскольку есть разные звери, то я уважительно сначала с шумовыми сигналами предупреждаю, что я иду. Возле дороги находится поле. Но это не гольф и не футбол. Здесь просто выращивают траву. А потом как раз-таки на такие поля и гольфовские, и футбольные ее вывозят, скручивая в рулон. Так это выглядит. Кто не знал. Привет, друзья мои. Я сегодня хорошо для вас поработал. Ждите сейчас классные, вообще обалденнейшие виды в сторис на инстаграм. Я вам обязательно покажу свой закат. Давайте, готовьтесь. Доброе утро, друзья. Спал я вот под тем кустом. Видите, палатка стоит. Спал первую половину ночи довольно комфортно. Ну а потом поменялся ветер. И я немного замерз. К тому же пришлось вставать очень рано. Как вы думаете, почему? Снова прямой эфир на радио был. Ну и разница во времени дает о себе знать. Так что я еще сонный. Воды нет. Хочется кофе, но придется подождать. И вечером поставил в закрытом кафе батареи на зарядку. Да-да, наш марафон с вами продолжается. Для этого нужна энергия. И они прекрасно зарядились за ночь. Показываю вам чудесный вид. Вилла Ново де Мил Фонтеш. Туда я сейчас буду идти. Ну и в этом кафе в закрытом на улице были оставлены мной зарядки. Все, всем хорошего дня. Отлив на реке Мира. Тропа идет через Дубраву. Пробковых дубов. И видно, что кора недавно была снята. Вот если присмотреться, видно девятка. То есть в 2019 году, в прошлом году, была снята кора. Теперь этому дубу еще на отдых 9 лет дается. Смотрите, какие дубы. На пути есть и такие калитки. Потому что на полях гуляют коровы. Ну и просят туристов закрывать за собой. Дорогие друзья, все, кто помнит реку Мира. Какая она была огромная, полноводная. Посмотрите, какая она обмельчавшая во время отлива. Этих коз песчаных вообще не было. Эта красивая зеленая территория является рвом форта Святого Климента. Который входил в целую сеть оборонительных фортов по всей Португалии. Как раз в то время их было очень много построено. Ну а сейчас это исторический памятник. Красивый. Мне нравится здесь находиться. И уже второй раз, проходя тропу рыбаков, я пью здесь кофе. Выход в океан. И это река Мира. Посмотрите, сколько людей купается в устье реки Мира. В принципе, во время прилива, который сейчас, сюда заходит как раз океанская вода соленая. Но она прогревается в этом месте. Поэтому мы не видим людей вон там, где бушует океан холодный. Но зато здесь в устье очень много. Мы с вами оставили позади Виланово-Адемилфантеш. И снова в диких местах на тропе. Приветствую всех. Смотрите, уже солнце катится. Каменный пляж. И посмотрите, как эту глыбу вывернуло. Какая мощь земная. Каменный пляж. Смотрите. Идеальный дикий пляж. Неудивительно, что там чайки, они любят такие пляжи. Тропа вязкая, и так много километров. Вязкий песок. Такая она тренировка. Гнездо аистов на закатном солнце. У меня это место даже с первого прихода сюда помечено, как гнездо аистов. Так что я проведаю.